Встречаются три друга, один говорит, я вчера со своей женой любовью занимался, три раза, она сказала, что я самый лучший, который говорит, что, я со своей вчера пять раз, она сказала, лучше тебя никого нет, а третий сидит, говорит, а я своей один раз, да, она мне говорит, не останавливайся. Петька и Василий Иванович копаются в огороде и вдруг прямо на грядке садится НЛО, выходит, как красивая инопланетянка, ну и пытаются как-то наладить контакт с землянами, ну, опять красивая же девушка, инопланетянка, он все сворачивает на тему, как же у них дети получаются. Говорит, вот, ну, расскажите, вот как у вас девочки появляются? Говорит, да, очень просто, достает такой маленький компьютер, нажимает пару кнопок, раз и девочка стоит. Говорит, нифига себе, а мальчики тогда как? Она говорит, да так же, вот, раз и мальчик. Говорит, а у вас как? Говорит, идем покажу, заводит, заводит в дом, через некоторое время Петька такой выбегает, она за ним бежит, Василий Иванович, Петька, что случилось? Да она, Василий Иванович, хочет забрать мой компьютер! На улице страшная погода, не такая, как сейчас, а слякать, дождь, это постоянно одно и то же. Девушка смотрела в окно, смотрела, студенточка, думает, что делать? Заходит в комнату к своему приятелю, тоже студенту, говорит, ну что, погода такая, чем займемся? Он говорит, да не знаю. Она говорит, слушай, у меня идея, а давай бросим монетку, если на орла попадет, твое желание, а если на орешку, мое желание, давай, ты бросай пока монетку, а я постелю. Сара приходит к врачу и говорит, доктор, я вас умоляю, посмотрите, обследуйте моего обращения, а что такое, что с ним не так? Ой, вы знаете, он во время секса так кричит, так кричит, это просто. Так почему, это же нормально, что нормально, я же просыпаюсь все время. Это все наоборот, обычно мужик приходит домой, а тут женщина, возвращается домой, Ваня, Ваня, раз в одну комнату, заходит в спальню и смотрит, а ее муж с другой барышней кувыркается, она смотрит, Ваня, а он так, Галя, ты, а кого же я ебу? Алло, это секс по телефону, я исполню любое твое желание, крошка. Вера, это Коля, хлеба домой купи. Из зоопарка сбежала горилла, самец, убежала, бегает по городу, за ней погоню устроили, и никак, только сюда она отсюда убежала, только сюда она оттуда убежала, и все, 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 вот уже ее заманили пока, почти что в самый тупик. Все, знаем, в этой гостинице она, они обложили всю гостиницу, раз, забегают в гостиницу, по номерам, туда-сюда, забегают в один из номеров, а там лежит такая дама, они говорят, здрасте, здесь горилла была? Гаврилла, я знала, что этот русский, он даже шубу не знал. Этот мужик говорит, Кисюнечка, ну сделай мне миед, она говорит, милый, давай в следующий раз, ну я не очень это хорошо умею делать, нихуя себе, а в следующий раз, где это ты научишься? Это две подруги по зоопарку гуляют, смотрят раз животных, ну насмотрелись, и вдруг приходят клетки с обезьянами, ну рассмотрели тех обезьян, тех гориллы, там шимпанзе, такие-такие, подходят клетки с эрнгутангом, а там садит такой самец, здоровенный так. Они смотрят, вот это да, вот это самец, ух какой, посмотри, какие у него глаза, посмотри, какие у него здоровенные руки, посмотри, ух и самец, и ближе, ближе к клетке подходит, и вдруг этот самец вырывается, открывает защелку, выскакивает, одну из барышек берет и начинает ее насиловать, и так, и так, и так, и так, и так, вторая в шоке стоит, занемела. Он закончил эту процедуру, забегает в клетку и сел в угло опять, а это лежит без сознания, подруга вызывает скорую, приезжает скорую, ее забирают, и эта подруга ждала целый месяц, через месяц звонит этой подруге своей, говорит, ну ты как, ты же, наверное, такой шок пережила, а та отвечает, говорит, да, представляешь, за это целый месяц он ни разу не позвонил, не написал, ни слова. Муж и жена у сексопатолога, говорит, вы знаете, доктор, мы с мужем уже живем очень много лет, уже все перепробовали, нас уже в сексе как бы ничего не удивляет, уже неинтересно нам стало, может, что-то подскажете? Тут, говорит, слушайте, ну есть хороший способ, наверняка вы его не пробовали, тачка называется. Говорит, а это как? Ну что, вы тачку не видели? Жена становится на руки, муж берет сзади за ноги и вперед. Она говорит, ну хорошо, попробуем, только у меня два замечания. Я на руки перчатки одену, ну маникюр все-таки, и по той дороге, где живет мама, я не поеду. В публичный дом приходит такой старикашка, ну вообще, там лет восемьдесят пять такой, газели дышит, такая, здравствуйте. Бандарша на него смотрит, здравствуйте. Мне женщину в пятый номер три. Она говорит, девочки, ну давайте быстренько к нему. Они раз заныривают, выбегают, разрумяные такие. Он выходит, еще три. Давайте, девчонки, они опять еще раз три. Опять выходят все разрумяные такие. Еще три. Он думает, ничего себе, еще три. Опять и те разрумяные выходят довольные такие, счастливые. Сама Бандарша не выдерживает, заходит в номер, говорит, Кидуля, вы такой, скажем, в возрасте, как вам так удается? Ай, Дотя, в прошлом году меня удачно парализовало. Парень познакомился с девушкой в кафе, ну и она его пригласила к себе, он пришел, ночь бурная, ей так понравилось. Он утром встает, одевается, она говорит, ты уже уходишь? Он говорит, ну конечно. Он говорит, слушай, а что бы вот у тебя взять такое на память, чтобы ты все-таки вернулся? Да возьми в рот, сучка. Приходит мужик к врачу, говорит, доктор, вы знаете, мы с моей женой от секса не получаем удовольствия. Он говорит, ой-ой-ой, а сколько же вам лет? 82. 72. Ух ты. А жене сколько? 75. Ух, молодцы какие. И когда же вы узнали, что не получаете удовольствия от секса? Я говорю, вчера узнали, сегодня дважды узнали. Парень с девушкой лежат в постели, и он с ней такую, знаешь, интимную игру придумал. Она так, ой, чья это попка такая, чья это розовенькая попка такая, а кто мне скажет, чья это попка? Стук такой в стенку, твои вы, дебилы. Ну найдется когда-нибудь хозяина этой жопы, блин, а? Эта девушка сидит в ресторане и думает, на ночь нужно какого-то мужчину себе, как бы самой идти сегодня домой, не хотелось бы. И вдруг она замечает молодого человека, он студентик, только не обтесанный, она думает, вот это да, вот это мне повезло. Она ему моргает, понимает, все, и вечерком они идут к ней домой, она его раз сразу в постель, занимается любовью, долго занимается любовью, она, ну что, ты кончил? Он говорит, нет, я еще на четвертом курсе. Перед свадьбой мама дочке дает наставление, говорит, доча, мы сельские, у нас, знаешь, все строго. А вот эти городские, они такие извращенцы. Я так думаю, он тебе когда-нибудь через время предложит какой-то способ другой секса, ты, я тебя умоляю, ты ни за что не соглашайся. Хорошо, мама. Ну поженились, значит, живут там, проходит месяц. И вдруг он говорит, слушай, а давай поменяем позу как-то, какое-то разнообразие в сексе. Говорит, нет, ни за что. Говорит, дорогая, ты что, не хочешь детей иметь? А это стоят проститутки, и молодой человек подходит, выбирает себе проститутку, и к одной подходит и говорит, здравствуйте, здравствуйте. Можно с вами? Соточка вход, соточка выход. Говорит, хорошо. Заходят они в парадную, она прераздевается, он бах, ей засунул и стоит. Говорит, ну и что? Что никаких движений? Что такое? Что пауза? Говорит, так у меня только сотка. А это мужик приходит на работу с таким фингалом под глазом, все так спрашивают его, что случилось? Говорит, так, жену на ты назвал. Говорит, как? Ну лежим мы с ней вечером в постели, она меня так обнимает, говорит, что-то мы давно сексом не занимались. А я возьми, да и скажи, не мы, а ты. Влюбился в одну девушку и долго-долго за ней наблюдал, все высматривал, все ее встречал, как-то не отважился подойти. И вот такая возможность представилась. Он к ней подходит, вы знаете, девушка, я вас давно люблю, я бы, она говорит, да я понимаю, я видела давно, что вы за мной наблюдаете. Вот, и они наконец-то познакомились, он, ну я не знаю, как же ж быть, а вы не против, вы со мной отобедать, может в ресторанчик сходим? Она соглашается, он думает, ну все, кайф, наконец-то, наконец-то, столько времени, столько лет, я ждал этого момента, они приходят в ресторан, говорит, прошу, дорогая, заказывай. Она заказывает одно блюдо, второе, третье, пятое, десятое, он сидит, ну ничего, кушай, кушай, она кушает, кушает, он думает, да сколько она жрать может, такая фигурка классная. Он к ней так, ты такая красивая, ты такая шикарная, а как ты так много кушаешь, испортишь, может, фигуру? Она говорит, так я всегда так жру, когда у меня месячные. Молодая пара приехала на юг в брачное путешествие, значит, после свадьбы сразу же, ну сняли там какую-то комнатку у бабули, значит, в частном доме, ну и как заперлись там, день не выходит, неделю не выходит, бабушка уже беспокоится, она стучит там, говорит, вы хоть там живы? Говорит, живы, живы, бабушка, может, есть хотите? Да нет, спасибо, бабушка, спасибо, мы питаемся плодами нашей любви. А, понятно, тогда у меня к вам одна просьба, вы шкурки от ваших плодов за окно не выбрасывайте, а то гуси давятся. Мужик приходит домой, смотрит, а его девушка собирает вещи, чемоданы, и он, э-э, что случилось? Она говорит, я не хочу с тобой больше жить, я ухожу. Говорит, да успокойся, сядь, не хочу. Говорит, да умагомонись, что случилось? Я пришел домой, ничего, слова не сказал, ты уже начинаешь панику поднимать. Сядь, успокойся, давай поговорим. Я не хочу с тобой больше общаться, больше ноги моей в этом доме не будет. Ты задолбала, что случилось? Я узнала, что ты педофил. Ух ты, а не очень ли заумные слова для 12-летней девочки, а? Мужик забегает в лифт и случайно, значит, локтем толкает женщину в грудь и говорит, ой, извините, пожалуйста, извините, ради бога, я не хотел. Ну, я вам хочу сказать, если у вас сердце такое же мягкое, как грудь, вы просто замечательная женщина, вам нет равных. Она говорит, ммм, спасибо. Ну, а если у вас молодой человек все такое же твердое, как ваш локоть, то я живу в 31-й квартире. Мужик возвращается с длительной командировки, ну и сразу, значит, поели там и с женой в постели, он к ней, она говорит, не-не-не, давай сегодня не будем, я что-то так сегодня устала. Ну, это хорошо. Ну, следующий день вечером опять он к ней, она говорит, не-не-не, слушай, дорогой, у меня так голова болит, вот не будет ни тебе, ни мне удовольствия, давай отложим. На третий день, говорит, ну знаешь, давай уже сегодня, она говорит, она говорит, слушай, с такой чистотой ты как сексуальный маньяк. Молодой человек приходит в аптеку, и он стесняется, ему неудобно, он как-то крутится, крутится возле прилавка, и тут девушка-провизор такая обаятельная смотрит на него и говорит, молодой человек, вам что? Он, ой, нерешительно говорит, вы знаете, дело в том, что мне нужна пальтишка. Она, что-что? Ну это, вы меня понимаете, пальтишка для моего парня. Она, в смысле, резиновая пальтишка для моего парня. Она, а-а-а, дает ему пачку презерватива, а потом говорит, молодой человек. Он, что? Говорит, если к вашему пальто понадобится меховой воротничок, обращайтесь ко мне, в семь часов заканчиваю. Мужику врач сказал, что у него мужской силы осталось всего на 30 актов. Он приходит домой, ну и рассказывает жене, 30 половых актов у меня осталось мужской силы. Так врач сказал, он говорит, 30 половых актов, боже, как это мало. Слушай, нужно их аккуратно расходовать. Давай составим график. Говорит, дорогая, я уже график составил. Тебя, кстати, в нем нет. Молодой человек с девушкой занимается сексом. Ой, так бурно занимается сексом. И после секса поднимается. Он к ней. Дорогая, а ты говорила, что была девушка. Не веришь? У Сереги спроси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова